Двигаемся дальше. Следующая часть у нас формула получения потенциальных клиентов. Опять у нас небольшая табличка, но немножко потерпите. Нам очень важно стратегию понять, если что-то где-то забыли и фокус сместился. Всегда возвращайтесь к этому видео и смотрите, как для чего мы работаем, что мы делаем. Потому что иногда, когда ты в пылу что-то делаешь, именно в деталях общей картины не видишь. Итак, формула получения потенциальных клиентов. Первое, что мы делаем? Мы делаем упаковку продукта. Упаковка продукта у нас состоит из нескольких элементов. Это оффер, это предложение, на которое приходит человек. То есть обещание какое-то, которое касается лично его, как клиента, описывает его тип и лично нас, описывает наши свойства. Второе, состав. Нам нужно точно понимать, из чего состоит услуга, где она по областям применения начинается и где заканчивается. Что входит в наши услуги, что не входит. К примеру, нарисуем планировку и 3D-визуализацию для загородной недвижимости за 3 дня. В принципе, это такое оффер и спецпредложение. Состав, я тоже сказал, это планировка, плюс подбор, вернее без подбора, а просто визуализация. И цена, допустим, составляет 1000 долларов для объектов 200 метров. Мы рисуем, допустим, только центральную зону. Может быть вот так сделано, может быть по-другому. То есть тут именно комбинации могут быть абсолютно любые. Но в целом должна быть точная упаковка, понимание цена, сроков и для кого это нужно. Итого, клиент понимает, что покупает. Это называется конкретика. Четко, точно и понятно, что мы продаем, кому продаем и в чем выглядит выгода для покупателя этого продукта. Что здесь делать дополнительно? Есть так называемый множитель доверия. У нас есть дополнительное описание компании и личный бренд. Если просто так вот на рынок вывести этот продукт, эту информацию и сказать, что вот покупайте, у человека возникнет всегда вопрос, а не мошенник ли ты, допустим, если он тебя не знает. И он захочет посмотреть. Чтобы посмотреть, клиент что сделает? Он пойдет вас гуглить, скорее всего. То есть он зайдет в инстаграм, он зайдет на сайт, он почитает о вас там в СМИ, допустим. Посмотрит какой-то ролик на ютубе. То есть когда вы говорите, дай мне 1000 долларов, условно за этот продукт, клиент, некоторые клиенты сразу согласятся, потому что, допустим, это очень сильно заточено под него. Он готов именно это покупать, несмотря кто продает. Часть клиентов, даже большая часть, будут смотреть, а кто это такой. Имеет ли смысл доверять или не имеет смысл доверять. Поэтому помните, что упаковка себя, упаковка компании, как личного бренда, создание неких материалов и правильное позиционирование себя в сети, это не какое-то там, в общем, это необходимость. Это не надо или не надо, это точно нужно, потому что, если множителей этого не будет, то большинство клиентов, просто можете делить количество клиентов, которые к вам обращаются, они будут обращаться только по рекомендациям. Потому что вот это вот либо у вас есть, либо рекомендация. Но если вы работаете по рекомендации, то вы уже изначально ограничены тем кругом людей, которые вас знают. Соответственно, чтобы делать успешный бизнес, чтобы успешно двигаться, ничего сложного нет. Стратегически просто создайте отдельную информацию о себе в Инстаграме, сайт, СМИ и видео, допустим. Вот такой у вас может быть базовый джентльменский набор. И клиент, когда это он увидит, он поймет, окей, этому человеку можно доверять, у него там, допустим, публикация в журналах есть, значит, он, наверное, не обманет. Окей, закажу, я у него здесь на пробу тест-драйв вот этот за 1000 долларов или за 100. Тут неважно, к суммам не привязывайтесь, может быть, сумма абсолютно любая. Важно, что это может быть простая базовая транзакция. Итого клиент получает доверие к продавцу, ну и скорее всего покупает. С этим, надеюсь, все понятно. Упаковка, множитель доверия, клиент покупает. Дальше, что нам нужно здесь знать? Напоминаю, что мы формула получения потенциальных клиентов. Чтобы их получить, мы должны... Сейчас мы говорим не то, что клиент уже у нас покупает, это бы недостаточно. Это просто множитель мы описали, вот хочу еще на это акцентировать внимание. Теперь мы делаем... Второе, это цепочка продаж. То есть наша задача именно построить цепочку продаж. Что такое цепочка, как она работает? Цепочка продаж, это как раз таки то, что мы с вами обсуждали из определения. Смотри предыдущие занятия, видео. Там у нас сказано, что мы должны очень сильно выстроить именно для кого мы делаем, какое у нас предложение. Какая у нас стратегия продвижения. Клиент готов действовать прямо сейчас или не прямо сейчас. Как он принимает решения и так далее. Плюс наше мнение, как мы должны продвигаться. Как мы сами решили для себя, что вот мы будем давать рекламу, допустим, активную. Либо не будем, это уже наша позиция. Поэтому нам надо очень обязательно выучить тему привлечения клиентов с одного до четырех. Первое, это активные продажи, когда мы ярко зажигаем и привлекаем большое количество потенциальных клиентов. И из них уже наша будет стратегия выбирать тех, с кем мы будем работать. Второе, это экспертность, когда мы публикуем статьи. Это отложенный спрос. Задача получить отложенный спрос. И когда человеку нужно будет, он уже к нам придет. Третья часть, это известность, когда мы публикуемся в журналах и везде рассказываем о себе. И человек нам доверяет, потому что другие люди нам доверяют по психологии. И четвертое, когда у нас есть некое сообщество, и члены нашего сообщества рекомендуют друг другу. И в целом за счет того, что ты организатор сообщества, даешь максимальную пользу, люди тоже это все дело поднимают. И, как говорится, вселенная тебе помогает. На самом деле не вселенная, это такая просто стратегия. Так вот, нам наша задача выбрать, в зависимости от того, сколько у вас времени есть. Если времени вообще нет, то нужны активные действия, быстрые продажи любым клиентам. И если времени очень много, в долгосрочной перспективе выгодно становиться либо известным, либо строить себе сообщество. А можно и то, и то, на самом деле. То есть это выбираете вы. Здесь большой вопрос также стоит, да, потому что это тоже относится к стратегии. Дальше мы на основе этого выбираем проектирование цепочки. Цепочка продаж, мы строим ее, исходя из всех параметров, которые мы выбрали. Проектирование цепочки у нас будет отдельное занятие. Это будет финалом, да, вот этой теоретической части. Финалом всего понимания того, как вообще происходит процесс, у вас будет цепочка отстроенная, которую вы будете потом внедрить. То есть это как бы концепция продвижения. И дальше, что мы делаем, как только это готово, это визуальное воплощение. То есть в этом же модуле мы будем делать визуальное воплощение. Это придумывать креатив, придумывать тексты, основанные на потребности клиента и нашем способе продвижения. Делать упаковку, может быть видео делать. То есть наша задача будет как раз-таки делать все для того, чтобы клиент пришел, заинтересовался, нажал на кнопку «Мне интересно» и пришел к нам на продажу. И итог этого всего у нас будет, что клиент видит рекламу и проходит по цепочке продаж до покупки. Поэтому самое главное, вот у нас будет цепочка, поэтому у нас будет результат. Вот тремя восклицательными знаками помечу, мы идем к этому. Если у вас не простроенный цепочек продаж, не начинайте никаких продаж вообще, бесполезно. Это будет не настроенная реклама, мы будем не снайперским огнем бить точно в цель. Мы будем просто вот в воздух стрелять и надеяться, что мы сможем подстрелить какую-то куропатку в полете. Да, это возможно, да, насколько пуль придется истратить и сколько времени пройдет до того, как вы будете обедать на вкусной птичкой на костре. Гораздо выгоднее прицелиться и четко нажать на кнопку. То есть я учу именно вот как построить именно прицельный огонь. Если вам это ценно, то цепочка должна быть обязательной. После того, как цепочка построена, это еще не все. Казалось бы, вроде как все готово. Нет, это только самое главное. Таргет, если продолжить аналогию с этой уткой или куропаткой, то теперь наша задача, как только мы ее получили, наша задача ее уже приготовить и как-то съесть. То есть мы уже переходим к активным действиям. Мы настраиваем таргет и выбираем цель, в кого мы будем стрелять, которая ближе к нам, которая двигается по направлению к нам, которая в удобной траектории, которая не за 3 километра летит. То есть это настройка именно системы. В данном случае у нас системы эти уже готовые, как косяки готовые, этих уток, которые летают в небе. Это система социальных сетей, где у нас есть реклама. Система таргетированной рекламы, где мы пишем по словам. Система какой-нибудь контекстной рекламы. В общем, систем реклам достаточно много. Если это будет, ну вот есть тема, настройка аудитории нам нужна. То есть понимание, как из всего сообщества вытащить тех людей, которым потенциально это интересно. Даже если мы приходим в какой-то зал, у нас, допустим, нетворкинг, мы находимся в каком-то сообществе. Да даже за застольем сидим там где-нибудь, да, в гостях на свадьбе. Да, у нас все равно в гостях на свадьбе есть потенциально несколько человек, у которых недавно была куплена квартира, либо скоро будет покупаться. Наша задача их вычислить просто. То есть нам надо как-то их таргетироваться. Вот та технология, которая позволяет вычислить всей толпы на свое предложение клиентов, да, это является таргет, то есть вытаскивание людей. Как это делать, да, если ты не можешь их знать, ты их лично не знаешь, ты не можешь каждому подойти и спросить, ну это будет странно, а у тебя есть квартира, а у тебя есть квартира, а у тебя есть дом, а у тебя есть, ну то есть это будет странно. Технологии происходят по-другому. Ты наоборот выпячиваешь свои сильные стороны. В данном случае, если ты в интернете это делаешь, то ты создаешь рекламу, рекламные кампании, и человек видит и откликается. Если ты, допустим, за застольем сидишь на свадьбе, то говоря условно тост, ты говоришь, кстати, я еще дизайнер и помогаю там таким-то клиентам делать то-то и то-то. Ну то есть ты как бы с трибуны заявляешь, что ты делаешь, какой-то оффер, да, ну естественно там тебя могут попереть оттуда, но принцип такой. Имеется в виду, что ты должен заявить ярко о себе, и клиенты к тебе пойдут, которым это интересно. Вот примерно такая история, это таргет. Итого, часть людей к вам подойдет, не обязательно на свадьбе, да, это может быть на выступление, если вы делаете выступление, публичное, я свадьбу взял просто для красного словца. Если вы делаете публичное выступление на сцене, да, вы рассказываете о том, как вы, допустим, делаете дизайн, как новоселам не совершить ошибки. И, кстати, говорите, что в конце, если кому-то там интересно, у нас есть там три места, вот я именно по этой технологии помогаю вам сделать. То есть начинаем с планировки, стоит она там не так дорого, примерно 5 тысяч рублей, 10-15, неважно, подойдите у кого-то какие-то объекты, мы с вами обсудим, как мы сможем с вами посотрудничать. Все, сказали, к вам люди подошли, это тоже является как бы таргетированной такой рекламой, да, то есть вы объявили о себе в некоем оффере, в некой заявке, и люди к вам подошли. Все, что будет происходить дальше, это будет уже конвертация, это следующая уже модуль, следующая часть. Итого, вы получаете заявки в систему, таргет у вас готов, и вы также готовы работать. И четвертое, это уже конверсия, конвертация, когда вы из всех потенциальных клиентов, которые к вам пришли, выбираете самых интересных для себя, и уже переходите к стадии обсуждения договора, и итог четвертой части, этот договор подписан. Я здесь отдельно отмечаю, что это не здесь, то есть модуль 4 говорит о том, что мы заканчиваем третий модуль область применения заявки в системе, а четвертый модуль это уже стадия переговоров, мы поговорим об этом отдельно в следующем модуле. Итак, мы сейчас просмотрели формулу получения потенциальных клиентов, это именно формула вообще как идет, то есть я хочу клиентов себе, вот чтобы клиентов себе получить, надо пройти все эти шаги. На третьем модуле мы проходим вот эти шаги до таргета, и четвертый у нас будет на уже получение клиентов и работе с ними.